Требуют отставки министр юстиции. Депутаты блока коммунистов и социалистов намерены инициировать отставку Сергея Литвиненко с поста главы Минюста и оспорить в суде назначение Вероники Драголин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Так оппозиция отреагировала на появившуюся в публичном пространстве переписку Литвиненко, которую сам министр называет сфабрикованной и вырванной из контекста. Депутат от блока коммунистов и социалистов Василий Болев сообщил, что уже на этой неделе в парламенте будет зарегистрирована инициатива по выражению вотома недоверия министру юстиции. Фракция блока коммунистов и социалистов выдвинет простой вотом недоверия. Мы считаем, что министр юстиции Сергей Литвиненко должен подать в отставку. Также Василий Болев пообещал, что БКС начнет юридические процедуры, которые помогут оспорить в суде назначение Вероники Драголин на пост главы антикоррупционной прокуратуры. Мы считаем, что акт, которым она была назначена на этот пост со стороны ВСП, сейчас обладает нулевой силой, потому что все действия, которые предшествовали этому позорному конкурсу, подтасовка оценок, все это обладает нулевой силой. В свою очередь, вице-председатель парламента Влад Батрынча подчеркнул, что БКС не считает нормальным вмешательство в личную переписку. По мнению депутата, ее содержание говорит о том, что конкурсы на замещение должностей были сфабрикованы, а реформа юстиции подверглась профанации. Батрынча также считает, что ситуация крайне сложная, но все еще исправимая. В первую очередь, отставка господина Литвиненко. Я сказал на прошлой неделе, что в некоторых ситуациях лучше уйти самому. Второе. Отменить результаты всех конкурсов на замещение вакантных должностей в системе юстиции и прокуратуры. Этот процесс был скомпрометирован. Третье. Министра юстиции нужно исключить из состава Высшего совета прокуроров. Напомним, ранее министр юстиции Сергей Литвиненко признал, что его аккаунт в телеграм-канале взломали, и заявил, что некоторые из его разговоров урезали и вырвали из контекста. Также глава Минюста на своей странице в социальной сети Facebook написал следующее. В этом контексте со всей ответственностью заявляю, что ни во время мандата, ни до него я не совершал действий, которые нарушали бы закон или влекли за собой какие-либо иные санкции. Я готов ответить за свои действия перед гражданами, но меня не запугают воры и коррумпированные люди, которые 30 лет грабили страну и хотят остановить ее путь к свободе, демократии и процветанию. В свою очередь в антикоррупционной прокуратуре заявили, что не будут комментировать провокационные сообщения представителя ПСРМ, в том числе обвинения в фальсификации конкурса на должность главы ведомства. В ответе представителей ведомства журналистам портала Дискиди сказано, что антикоррупционная прокуратура оставляет за собой право не комментировать сообщения с провокационным тоном, распространяемые в публичном пространстве.